В этом году упор сделали на развитие сотрудничества молодежи двух стран. В рамках форума прошли тематические мероприятия для студенческого сообщества и активистов. Ну а планы на будущее – это крупные культурные события, которые объединят молодых людей России и Беларуси. Дата, которая ознаменует весь 2020 год и в России, и в Беларуси – 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Это событие должно стать общим праздником, уверен Владимир Путин. И в России, и в Беларуси состоятся молодежные поисковые экспедиции, образовательные форумы, культурные мероприятия, чтобы в том числе и молодежь обеих стран знала, помнила и чтила общую историю. Наши народы заплатили высокую цену за свою свободу и независимость, за возможность жить в мире. И мы обязаны сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне, оказывать действенную поддержку ветеранам. Кроме того, весь 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Планируется масштабная программа торжественных мероприятий, в которых, как мы рассчитываем, белорусские друзья примут самое активное участие. Белорусские коллеги уже получили от руководства 63 региона приглашение на традиционный парад памяти. Он проходит 7 ноября в Самаре на площади Куйбышева. Каждый год жители и гости когда-то запасной столицы вспоминают земляков, уходивших отсюда, прямо на фронт. По инициативе Самарской библиотеки 10 лет реализуется проект «Читаем детям о войне», в котором в этом году приняли участие уже более 800 тысяч детей и подростков. Не только из России, но и из других стран. Из них почти 20 тысяч – это ребята из Белоруссии. Я предложил создать организационный или координационный, скорее, комитет на уровне Совета Федерации и Совета Республики Беларусь, для того, чтобы вот это активное взаимодействие, в том числе подготовки торжественных памятных мероприятий, посвященных великой победе, нашей общей победе, они были скоординированы. Если у какого-то региона есть идеи, которые реализуются, как когда-то с большим резонансом в обществе российском и белорусском прошел автобробег «Самара-Москва-Минск-Брест», вот такие проекты, конечно же, такие идеи, они могли бы иметь развитие в разных регионах и нашей страны, и Республики Беларусь. Кроме того, Дмитрий Азаров выступил с инициативой больше рассказывать о дружбе между государствами в школьной программе. Всего за три дня работы форума более тысячи человек вносили свои предложения, что еще сделать, чтобы укрепить отношения регионов. Особый статус события подчеркивает прямая заинтересованность и личное участие в работе первых лиц двух стран. Тем более, что в этом году союзному государству исполняется 20 лет. Прикладной характер наших договоренностей на высшем уровне проявляется в развитии сотрудничества между регионами. Вообще, руководителя регионов надо, откровенно говоря, поблагодарить. Я часто об этом говорю. Не было бы вас сегодня о союзе между Беларусью и Россией и разговоров бы не было. За всю историю двусторонних отношений Самарской области Республика Беларусь заключили 8 соглашений о сотрудничестве. Мы закупаем автобусы, троллейбусы, сельскохозяйственную технику, экспортируем нефтепродукты, автомобили, напольные покрытия. Товарооборот составляет 402 миллиона долларов в год. И по прогнозам он может вырасти еще на 40%. Ведь форум регионов принес еще два документа о партнерстве с Могилевской областью и Гомелем. Анна Ивахина, Тимур Набиев, Новости губернии, Санкт-Петербург.